Ты же делаешь? Я этим буду редко пользоваться, потому что там у меня сообщения будут приходить на эту симку. Вводим. Тут у меня набор я и моя племянница. Так, главный экран. Тут у меня два виджета. Календарь и погода. Кстати, календарь и виджет можно вот так вот листать. Фото за меня, три часа. Тик-ток, App Store, фитнес и опять календарь. Мне удобнее всего держать в календаре, потому что не хочу вот так листать. И погода. Там париться не надо, просто посмотришь и всё. Тут у меня любимая папка моя. Инстаграм. Вот мой инстаграм. Можете подписываться. Дальше у меня тик-токок. Я люблю снимать тик-ток. Там будет очень много видео. Ютуб. Я тут смотрю очень много таких эстетичных видео. Видео-советы, например. Снапчат, я здесь ещё не заинкстрировалась. И Zeddy. Это, я считаю, как Tugis. Только по этому. Дальше. Это у меня Pinterest. Я очень много времени провожу в Pinterest. Потому что тут я смотрю очень классные, там, обои может, фоточки для инстаграма. Дальше сафари. Это обычный поисковик. Ой. App Store. Это скачиваем приглашение. Стройка, мне кажется, тут даже ничего интересного нет. Часы. Тут у меня очень много, очень много будильников. Заметки. Всё очень много. И здесь то, что Таиска моя, я там очень много пишу. То есть, я раньше писала на старом телефоне. Но сейчас буду на этом писать. Каспий Кризет. Это банк такой в Казахстане. Мюзик Макс. Здесь я слушаю очень много музыки. Тут очень классные музыки я скачивала. Это приложение доступно только для айфонов. Здоровье. Я люблю это приложение, потому что я смотрю здесь каждый день. Сколько я делала шагов в день. Сколько сделала шагов в неделю. Нормальный шаг. Google. Это почти то же самое, что и Safari. Образование. Мне тут надо его переименовать. Потому что я недавно только средактировала свой главный экран. Вот это у меня Duolingo. Это приложение для изучения английского. Для изучения английского. Кейк. Это тут смотришь... Смотришь видео с субтитрами английского. И можешь их переговаривать и получать за это оценки. Фотомасс это приложение для математики, геометрии. И здесь вы, например, фотоете или записываете пример. И там вам выдают не только просто ответ. Там по пунктам всё выдают. Калькулятор обычный. Диктофон. Я его сюда положила, потому что, когда я сижу на уроках, там, литература или русская литература, там я... у меня плохая память. Поэтому я включаю диктофон. И когда я прихожу домой делать домашнее здание, я включаю это голосовое и слушаю. Обычно Google Переводчик. Фонда. Это приложение очень классное. Потому что здесь можно делать шрифты на фото. Например, вот... Фонд нажимаем. И здесь можете выбирать любой шрифт. Давайте выберем какой-то необычный шрифт вот этот, вот. И можно вот тут... Ой. Его детектировать. Можете ставить и на сайт сможете детектировать его объём. Little это его местоположение. И всё такое. Очень классное приложение, кстати. Дурак. Я в него очень часто играю, но я его недавно скачала. У Найка это проездная карта, там, маршрутов, автобус, троллейбус. Как вот я здесь всё монтирую. У него уже одно видео есть. Игры. Тут у меня очень классные игры. Те, что мне очень нравятся. Я искачиваю очень многие игры. Только самые нужные. И такие старые, и капец классные. Напоминания. Не часто пользуюсь. И почта. Тут снизу у меня WhatsApp обычный. Телеграм. И тут у меня аккаунт свой. Можете подписываться. Дальше у меня фото. Вот. Вот, кстати, фото. Сною применяется. Это эти классные игры. И обычный фото. Вот. Очень классное качество. Очень классно. Я даже на этот телефон даже не фоталась. Ну, более. И, в принципе, всё. Вот. Тут у меня альбомы. Всё, что. Всё. Все приложения, которого не было в главном экране, тут они находятся здесь. Я их не для вам. Смотри. Вот так. Вот так. Тут у меня есть книги, где можно читать английские книги. Любые, кстати, вот. И на этом всё. Всем пока. И спасибо за то, что посмотрели это видео. И всем до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok